Благодарю. А. Белазар Беназария его заменил. Буквально там огромное количество скоплений мудрецов. И, как сказано, ни одного сомнительного вопроса они не оставили. Все Пушиот разобрали, разрешили все спорные моменты. И записали в трактатый дуёт. Так вот, первые три Мишны мы говорили с вами про споры Шамая и Гилеля. Не школы Шамая и школы Гилеля, а самого Шамая и Гилеля. Но где Аллаха идёт не по ним, а по мудрецам. Объяснили, какую скромность они нам показали, что они приняли мнение других. А сейчас Мишна переходит к спору самого Шамая и школы Шамая. Оказывается, Шамай, сам основатель, тот, в честь кого будет названа школа, не всегда соглашался со своими учениками. И ученики Бейт Шамай спорили на своего ребя Шамая. Так вот, ещё один пример говорит Мишна так. Окей, есть такое растение, называется Коршиним. По-русски это называется Вика, как женское имя, да. Но это семейство, как здесь написано, бобовых. А вот, кстати, да, Вики написано, Вики. Видимо, на еврейке тоже это называется Вики. В основном, как бы, вот это растение, как бы, оно потребляется в пищу скотом. Но в крайнем случае и человек тоже может их съесть. Вообще, в крайнем случае человек всё может съесть. И поэтому, так как, в крайнем случае, даже человек способен их есть, эти Коршиним, вот это растение, которое используется в пищу для скота, тоже подлежит отделению Трумы. Потому что всё-таки оно пригодно, да, в крайнем случае, для пищи, для человека. Однако. Но, так как всё-таки это, да, в основном 99,9% это, как бы, еда для животных, мудрецы сказали, что не нужно держать её в чистоте. Мы знаем, что за Трумой надо следить. Трума, она, как бы, должна быть в чистоте, потому что, если она осквернится, её не сможет, никто съест, её придётся уничтожить. И уничтожить это не очень хорошо, как мы делаем сегодня от безвыходности, да, у нас мы отделяем халу для, там, не знаю, коинов. Но что с ней делать, да, ничего с ней не сделать. Так и Трума тоже, поэтому мы отделяем очень мало. Но в те времена, когда отделяли нормальную Труму, нужно было следить за её чистотой. Так вот, в отношении этого корма для скота, этих Коршиним, да, сказали, что не нужно следить за их чистотой, да, как за обычными вещами, которые, да, идут именно в пищу, людям. Всё-таки здесь, как бы, это, как бы, еда для животных. Так вот, Танаим спорили. Наши мишни. Как конкретно мы себя вели в отношении вот этой вот еды, которая, в принципе, используется для корма скота, но иногда может быть пригодна и для человека. Да, и как мы, да, видим, наша мишна, например, встречается в Масехте Маса Ршини. Давно-давно мы тоже, когда его проходили, мы эту мишну уже учили. То есть, да, потому что каждая мишна из трактата Эйду Йод раскидана по всему шасу. Ну, может быть, не каждая, но, как бы, да, очень многие мишна Йод повторяются в других Масехтах. Так написано здесь Коршины и Трума. Вот эти вот растения Коршины, да, которые Трума. Бейт Шамай. О, Бейт Шамай, обратите внимание, да, ученики школы Шамая сказали, Кшорин, вымачивают их в воде, Нес Шафин, мы Шаф Шафин, и натирают их Альба Сарагуф на тело, на плоть, Бейт Тагара, Бейадайм Тегро, чистыми руками, Куламашин, отель, ядав, тхила. То есть, сначала человек обязан мыть руки, Кебехоль Трума, как и каждый раз перед Трумой. Кстати, мы знаем, что, не знаете, вы не знаете, но на тело, ядав, который мы делаем сегодня перед хлебом, на самом деле, это постановление мудрецов из-за коинов, которые всегда делили на тело, ядав, перед их хлебом. У коина хлеб был Трума, поэтому ему постоянно нужно было омывать руки, потому что они, обычно руки, это шнётлая Тума, второй уровень Тумы, так как мы руками всё трогаем постоянно. А так как евреи ходили друг к другу в гости, и чтобы не было никаких проблем, да, там целая история, там мудрецы сказали, что давайте все евреи будут перехлебом мывать руки. Да, откуда появился, откуда весь митсва на тело от ядаем. Так вот, говорит Школа Шамая, что так как эти коршеней Трума, да, то есть ты взял Труму из этих коршеней, из этого растения, пища для животных, да, ты должен омыть руки перед тем, как их натирать на тело. Кебе холь Трума ля фише стам ядаем послотка Трума. Потому что, как известно, обычные немытые руки, без на тело от ядаема, при соприкосновении с Трумой они делают её нечистой. АЭС, которые объясняют Шафин, Мишаф Шафин, ну там би ядаем, леосир, клепотам. АЭС, которые говорят, что они не на тело, речь идёт, я тоже так понял изначально, да, что натирают, имеется в виду их Трум друг об дружку, чтобы избавиться от шелухи. То есть они в какой-то такой скорлупе, и когда ты трёшь друг об дружку, да, выходят сами зёрна, да, и вот для чего это делают. Так вот, перед тем, как это делать, говорит Бейт Шамая, нужно омыть руки. Ума хилину там на Бегема, после чего пока скармливают это скоту. Бэтума, причём в нечистоте, плю на тело отъядаем. Если ты хочешь, то есть если ты их чистишь, чтобы достать оттуда зёрнышки, делай это с тело отъядаема. Если ты просто хочешь покормить ею скотину, то необязательно делать на тело отъядаем, что она хочет, что это мы, вот там ядаем, бешачимахерим, потому что нет опасения, да, что ты её за сказку вернишь. Да, нет этого опасения, да, когда ты скармливаешь её просто животным. Но всё время, пока ты не собираешься отдавать её скотине для корма, нельзя просто так осквернять её руками нечистыми, надо омывать руки. Поэтому, какой бы целью ты к ним не подошёл, натереть на тело, видимо, они как-то натирались на тело, или замочить в воде, или, да, там их почистить от скорлупы, тебе необходимо будет предварительно омыть руки. Это кзыра, да, мудрецы постановили ограничение, чтобы ты случайно, да, не съел, да, так как всё-таки она с едом, но ты можешь это зёрнышко закинуть и попробовать съесть. Да, и получится, что ты, да, этими нечистыми руками, а эта трума, сделала её нечистой. Это было мнение школы бейт-шамай. То есть, бейт-шамай говорят, что только в отношении скотины, когда кормишь скотину, можно не омывать руки. В остальных ситуациях можно омыть руки. бейт-йилэль омрим шорим бета-гара тоже говорит, замачиваем воде в чистоте. Мы знаем, почему, потому что любое растение, когда оно сорвано, оторвано от земли, если на него попала вода, только после этого оно становится восприимчивым к нечистоте. Поэтому, если ты хочешь какие-то фрукты, овощи, неважно, в данном случае мы говорим про эти корщиним, про эту еду для скота, замачиваешь, что-то в воде, то тем самым ты делаешь ее сэсэпцебл лэтума, что называется восприимчивым к туме. Ви им шора отам бетума немца а к шрам вэтум а там ба им кээхад. Вэли фиках царэх лэтулья да, вкудэм шляда шэй екэр шэм тума. А получается, если ты будешь замачивать такими руками, то ты одновременно их и тумишь. Делаешь ее нечистой, да, и это неправильно, бэйт шафин махарин бетума. А вот растирать и кормить можно даже в нечистоте. Кормить имеется в виду скотину. То есть, да, бэйт хилель спорит с бэйт шамаем в отношении на самом деле только шафин, когда ты снимаешь скорлупу или как бы скалина натираешь для тела. В этих ситуациях тоже говорит, бэйт хилель говорит, можно делать это в туме, а бэйт шамай говорит, что шафин, да, растирание делается только в чистоте. Теперь, шамай. Шамай тоже решил высказаться, хотя его ученики высказались бэйт шамай. Тем не менее, у шамая, да, от того, от кого пошли, да, все ученики бэйт шамай, у него было свое мнение на этот счет. едят в состоянии царит. Что такое царит? Это ювеш, да, это высушенная каламар, юх, луб, ювшам. Они съедаются, они пригодны в пищу в своем сухом состоянии. Вообще, нельзя их замачивать в воде, где ишело юхшеру лакабель тума. О, он говорит, вообще, говорит, да, эти коршни пригодные для скотины не надо замачивать. Почему? Потому что во время замачивания ты делаешь их восприимчивой в нечистоте. Поэтому не делай этого, вообще, в принципе, не делай этого, не замачивай их в воде, а используй их только в сухом состоянии, так они точно никогда не примут труму, и тогда проблем никаких не будет. Потому что, мы сказали, откоршиним, хоть они в основном идут в корм для скота, все-таки так, как они пригодны для человека, от них отделяют труму. А трума требует нельзя ее осквернять. Поэтому, раз так, говорит Бейчумай, вообще не мочи ее, и тогда у тебя никаких проблем не будет. То есть, любой овощий, плод, пока он не попал в контакт с водой, он не воспринимает туму. Вот яблоко сорвало с дерева, если оно еще сухое, и даже тума до него дотронулась, ползал по нему, ничего с ним не будет. А вот, как только роса на него попала, и ты хотел этого, или ты специально его помыл, с этой секунды любой контакт с тумой делает его нечистым. Поэтому, говорит Шамай, вообще никакого контакта в воде быть не должно. А Раби Акива тоже высказывается по этому поводу. Раби Акива, наоборот, говорит, да нет, оставьте эти коршиним, говорит, с ними можно сделать все, что угодно в туме. И замачивать можно без на тела отъедаемо. Так как Вейкарамах Альберима, слушайте, он говорит, кто, говорит, их ест, говорит, только скотина. Ну, хорошо там, в крайнем случае во время блокады Ленинграда люди обои ели. Но, говорит, это не повод, это не повод для того, чтобы рассматривать их как еду человека и там делать какие-то ограничения. Поэтому, если Шамай максимально устрожает, то Раби Акива, наоборот, говорит, вообще все с ними можно делать в туме. Так как в большинстве подавляющих случаев эти коршиним используются как корм для скота, мудрецы вообще не вводили никаких постановлений против них. Так что Раби Акива. Но Аллаха, как известно, идет не по Раби Акиве, не по Шамаю, не по Бейт Шамаю, а по мнению школы Бейт Илэль, которые говорят, что если ты замачиваешь уже, делай это в чистоте, а все остальное действительно можно делать в не чистоте. Ой, тай бог, работая, чтобы в заслугу этих слов мы все достигли чистоты, чистоты духа, мыслей. Всех был хороший день. Абутай, на этом с вами, да, скажем только, что сегодня мы учили Тору за наших братьев, ахейну Бейт Исраэль, анутыним Бейт Сарам у Башивья, на Святой Земле, а также за выздоровление Ильяу Давид бен Мирьям, Исаак бен Мирьям, Ливка ба Цара, лавдин бе Хаим, на Митим, на Ину Нишмат, хаймит Сарь бен Михайя, на Минрахель, Геннадий бен Герш, Иду, Эдри, бен Евраам, хайм, Иосиф Хазанемет Садок, алик, бен Шолом, шоботай бен Ровен Минанхан, минах, моиш бен Торенхерцка, Ребека ба такима, аудами Наом, и Евраам, и Солуна Мин Тамара, ади, моге фейм, и Солуна Мин Тамара, кило Бенаон, анула Мин Ребека, анула Мин Ребека, анула Мин Теуганом, и ми, акум Мин Ауна Мин Наоми, и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.